Приветствую всех ненасытных любителей шестой цивилизации! Вы слышите Алексейчика Халецкого. Мне постоянно в комментариях пишут, когда я буду делать гайды по шестой циве, когда буду делать рейтинг цивилизации шестой цивы. Вот в этом видео я отвечу на эти комментарии и заодно расскажу о полезной информации по поводу шестой цивилизации. Ну, начнем с того, что уже много гайдов я сделал. Ну, что я говорю много, на самом деле их мало. Найти их можно на главной странице моего канала, заходите и сразу вот вторым плейлистом идет гайды руководства по шестой цивилизации. Там как лучше начать партию в Цивилизation 6. Огромный гайд про районы, пожалуй, самый полный вообще из того, что я делал. Видео о том, как воевать в шестой цивилизации, об усталости от войны, о туризме и культуре, о городах-государствах, о стратегии сетевой победы, в общем, о великих людях. Видео есть, переходите, смотрите, если их вы еще не видели. Но дело шестой цивы в том, что, по-хорошему, каких-то больших и различных стратегий в ней на данный момент нет. Я уверен, что с выходом дополнений, патчей, игра будет развиваться, но я уже несколько раз об этом говорил. Сейчас делать какие-либо гайды просто, по-моему, не интересно. Не вам не будет интересно, что я о каких-то банальных вещах рассказываю. Не уж тем более меня это не будет вдохновлять на созидание. Ну, например, окей, вот я вам сделаю гайд, предположим, про торговые пути. О том, что каждый район в городе означает, что торговый путь ваш внутренний будет вам давать. Если вы построите коммерческий район, значит, это плюс один молоток к торговому пути в этот город. Ну и что эта информация вам даст? Вы будете планировать застройку районов, исходя из торговых путей? Нет, конечно. Вы все равно будете строить те районы, которые вам выгодны. А торговые пути уже пускать по остаточному принципу, скорее исходя из того, где вам надо дороги проложить. Я веду к тому, что на данный момент видео-гайды по шестой циве, по-моему, исчерпаны. То есть вот сейчас что-то новое рассказывать о шестой цивилизации в видео нету смысла. Зато текстом есть. Как вы знаете, у меня есть сайт лёшаиграет.ру, и там один из фанатов игры сделал, ну и на основе моих видео, конечно, но большей частью он сам разбирался в игре, залазил во внутренности, файлы смотрел, сделал, можно сказать, портал про шестую циву. Адрес у него цив6.лёшаиграет.ру. По моему мнению, ничего более полного по Сидмерс Цивилизейшн 6 в интернете на данный момент нету. Это на любых языках даже, что на русском, что на английском. И то, что этот сайт лучше, чем цивилопедия, встроенная в игру, это уже точно. Я, например, когда играю, на планшете открываю вот этот сайт, цив6.лёшаиграет.ру, и руководствуюсь им, сверяюсь по какой-то информации именно с ним, потому что в цивилопедии в шестой циве очень мало какой-то информации. Там, на этом сайте, есть множество таких мелких подробностей, о которых, как мне кажется, в видео не стоит отдельные видео какие-то делать. А вот почитать о них и посмотреть на таблицы очень даже удобно. Всё-таки в гайдоводстве руководства ведения есть различия между видео гайдами и текстовыми гайдами. Что-то лучше в видео увидеть, а что-то в тексте, точнее в таблицах. Например, меня просят сделать опять рейтинг цивилизации только для шестой цивы. Я считаю, что это рано делать, по той простой причине, что будет ещё куча патчей и куча новых цивилизаций выходить. Напомню, например, в пятой циве у Германии изначально был уникальный юнит Ланскнехты. Потом это оказался настолько классный юнит, что патчем его отобрали, засунули в меркантилизм, чтобы его можно было только за деньги покупать. А Германии дали уникальный юнит-танк. Так вот, рейтинг цивилизации действительно классно сделать видео, потому что там показываются юниты, как они взаимодействуют, разные моменты игры. А текстово сделать таблицу цивилизации, где описаны их возможности, уникальные юниты, уникальные способности, что есть на сайте cf6.lusha.ru. О чудесах. Вот что делать гайд отдельно по чудесам? Единственный важный момент у многих чудес есть требование, что оно должно быть построено только рядом с определенным районом, но не обязательно рядом с районом этого города, в котором вы чудо строите. Можно даже рядом с районом соседнего города, главное, чтобы чудо было в границах того города, в котором вы хотите его построить. А описывать каждое чудо отдельно на данный момент тоже рано. Зато зайти на сайт и посмотреть в таблице во время игры, вот просто открыть и иметь перед глазами таблицу с чудесами, вместо того, чтобы лазать по цивилопедии шестой цивы, в которой еще и не все написано, намного удобнее. Делать отдельное видео о прокачке юнитов? Опять же, а что здесь непонятного? На данный момент в шестой циве такое ощущение, что, во-первых, многие улучшения юнитов просто однозначны, то есть надо брать только это, а не что-то другое. Например, много ли игроков берут прокачку для сухопутных юнитов ближнего боя командос, чтобы юнит мог забираться на отвесные утесы? Это очень-очень ситуативная прокачка. Зато увидеть все эти прокачки, держать перед глазами удобно. Вот зачем мне об этом делать видео? Кстати, если у вас есть действительно какие-то пожелания о гайдах по шестой циве, вот вы считаете, что я об этом не рассказывал? Напишите в комментариях. Но, по-моему, повторюсь, на данный момент по шестой циве все важное я уже рассказал. А вот о чем я еще не рассказал, так это о том, что видео выходит при поддержке глобальной космической браузерной стратегии consoleworld.ru. Не забудьте заглянуть, ссылка в описании, а промокод Леша Играет даст вам немножечко бонусов для начала. Вот выходят патчи, кстати, на днях должен очередной патч выйти с новой цивой, с новыми двумя цивилизациями. Они, кстати, не анонсированы, но люди уже покопались в файлах. Я могу сказать, что это будет Кхмеры и Индонезия. Так вот, рассказать о новом патче, как он влияет на игру, это важно в видео, потому что это можно показать, рассказать о своих ощущениях от игры, еще и стрим сделать. Это да. А вот о чем сейчас еще гайд делать? По-моему, на данный момент просто не о чем. Я не делал отдельное видео про жилье и довольство, просто потому что это все описывается парой предложений, и об этом я рассказывал в видео очевидные неочевидности. Это все описывается формулой 1, 2, 3, 4. Одному жителю требуется одно жилье, двум жителям одно довольство уникальное, трем жителям район, и на четыре города работает один ресурс роскоши и дает одно довольство жителям. Какой тут гайд, о чем делать? По тем же ресурсам роскоши или по местности рассказывать, что надо обрабатывать в первую очередь что в последнюю? По-моему, тут тоже все понятно. Для роста города в первую очередь нужны ресурсы роскоши, потом улучшения, которые дают жилье, типа плантаций, типа ферм, а также, я бы даже сказал, в первую очередь еще улучшения, которые ускоряют открытие технологий или цириков. И вот что, об этом делать гайды? То, что можно описать парой слов, зато на сайт заходишь, открываешь вкладку довольства. Там описано не только, сколько жителям требуется довольство, но и какие вы получаете бонусы и штрафы за минус к довольству, к плюс довольству, какие здания еще можно построить. Но опять же, на данный момент в 6-й Циве развлекательный район не настолько важен, как, например, коммерческий или военный. То есть обычно его все равно строят только по остаточному принципу. Потому что минус в несчастье, даже если минус 3-4 несчастья, это всего лишь минус 10% к выработке всего города. А город у нас не так сильно разрастается, чтобы эти минус 10% сильно влияли на вашу экономику. Делать отдельный гайд по престижу, то я думаю уже многие игроки, даже которые часто играют в 6-ю Циву, забыли о том, что такая механика в игре есть. Потому что она, ну, по-хорошему, практически вообще не влияет на стратегию игры. Только когда районы начинаете пригороды ставить, смотрите, какая клетка сколько престижа дает, чтобы побольше жилья получить. И все. Хотя эту механику можно было бы сделать каким-то аналогом здоровья из 4-й Цивы. Кто не в курсе, я напомню, что в 4-й цивилизации рост сдерживало не только счастье или несчастье, но и здоровье. В городе не хватало здоровья, он практически не рос. Ну, правда, в 6-й Циве тоже два аналога сдерживания — это жилье и довольство. Поэтому престиж, возможно, можно было бы приспособить на выработку районов, например, которые стоят в более престижном месте. Но разработчики не ищут сложных путей, они все делают попроще. И вот что, гайд делать по престижу? Да ну нафиг. Проще, опять же, зайти на цив6.лешаиграет.ру и все там посмотреть. Так что подведу итог. У меня на канале, по-моему, на данный момент есть исчерпывающие видео-гайды о том, как играть в 6-ю Циву, объясняющие все непонятные моменты. Все, что нету в видео-гайдах, есть на портале, посвященном 6-й Циве, цив6.лешаиграет.ру. И я, честно говоря, не вижу причин делать что-то еще дополнительно на данный момент. Я уверен 100%, что Firaxis продолжит зарабатывать звонкую монету на этой игре, то бишь будут выпускаться дополнения. Можно поспорить в каком виде, в виде как Brave New World и Gods and Kings 5-й Циви или в таком виде, как это делают парадокс к своим стратегиям. В любом случае игра будет наполняться новыми механиками и стратегиями, это точно. И вот тогда, по-моему, гайды будут в тему, чтобы не тратить и ваше время на банальные какие-то вещи, по-моему, да и мое тоже. Возможно, я не прав, возможно, правильнее было бы наклепать в кучу гайдов, на них просмотры постоянно делать, но я всегда руководствуюсь принципом, что надо делать такое видео, которое тебе бы самому хотелось посмотреть. Ну, на этом все. Во-первых, напомню, зайти вам на сайт consolewar.ru, это партнеры этого видео. А во-вторых, еще отмечу, что если вы хотите предложить свою помощь в наполнении этого портала, например, в нем явно мало картинок, как вы можете обратить внимание, зато легкий, невесомый сайт открывается. Так вот, можно, например, наполнить его картинками, там, цивилизаций, зданий, строений, то пишите мне на e-mail халецкийсобачкогмейл.ком. Любая помощь, естественно, приветствуется. Ну, а в комментариях отмечайте, что вам еще непонятно в шестой циве, вот реально, с чем вы еще не разобрались. Хотя, еще раз повторю, по-моему, я по всем непонятным вопросам гайды сделал и по войне, и по туризму, и по районам. И это видео, скорее, такое вот напоминание и обобщение того, что сделано. Перед, сейчас вот и ждем как раз выхода нового свежего патча. Может, он принесет что-то новое. Вот теперь точно все. Пока. Спасибо, что досмотрели до конца. Я, Леша Халецкий, тот, кто сделал это видео. У меня к вам несколько просьб. Во-первых, не забудьте поставить лайк, а во-вторых, поделиться этим видео, раз уж вы смотрели до конца, видимо, оно вам понравилось. Я вам буду благодарен, и это поможет распространению моего творчества для более широких масс. На этом все. Играйте в умные игры. Субтитры создавал DimaTorzok